всем привет с вами снова андрей с новым рассказом на русском языке друзья напоминаю вам что кроме русского текста который как всегда будет справа на экране в субтитрах ютуба есть перевод на английский немецкий испанский португальский и польские языки сегодня рассказ о интересной и очень необычной стране итак поехали я люблю путешествовать и побывал в разных странах но большинство туристических мест похожи друг на друга а мне всегда хотелось оказаться в каком-то особенном необычном месте наверное из-за рассказов хемингуэя таким особым местом для меня были куба и ее столица гавана что я знал про кубу до моей поездки туда практически ничего куба для меня это знаменитые кубинские сигары ром и может быть кофе еще я знал что хотя официальное название страны республика куба ее часто называют остров свободы поэтому мой рассказ нужно воспринимать как зарисовку о личных впечатлениях полученных на этом прекрасном острове многое из увиденного я наверняка понял по своему а может и вовсе не так как есть на самом деле но я очень старался увидеть и понять как устроена жизнь на кубе какие там люди какая природа мы летели в гавану днем над льдами гренландии канадой соединенными штатами америки наш самолет пролетел над флоридой и вскоре мы приземлились на кубе прямой рейс москва гавана занял 13 часов в аэропорту нас встретил знакомый который заказал нам такси кубинское такси было наверное первым ярким впечатлением я знал что на кубе сохранились старые американские автомобили и что вроде как на них ездят но я не мог подумать что среди них есть совершенно шикарные экземпляры и что их этих старых автомобилей так много я считал что прокатиться на старинном автомобиле на кубе это отдельное развлечение которое можно заказать но нет они там просто повсюду покататься на старой машине проще простого первые два дня в гаване мы жили в гостинице националь де куба это очень известное историческое место хотелось сказать пафосное но это не то слово пафосным оно было в тридцатые годы когда его построили а теперь оно просто историческое отель был построен на деньги американской мафии в 1930 году с момента основания в нем не было серьезного ремонта и все что там есть сейчас часы декорации двери лифты все подлинное здесь останавливались эрнест хемингуэй уинстон черчилль фрэнк синатра полицейских на улицах не так много как в москве хотя они конечно же есть за кражи на кубе дают реальные сроки но все равно нужно быть предельно бдительными воровство на улицах распространенное явление у меня например украли телефон прямо на площади перед капитолием интересным туристическим местом является кладбище сементерио де кристобль кален говорят что не все туристы знают об этом кладбище а она великолепная и огромная 57 гектар в настоящее время в нем находится более 800 тысяч захоронений все памятники выполнены из белого мрамора что добавляет атмосфере кладбище светлую и торжественную печаль а вот еще одно прекрасное место в гаване о котором хочется рассказать оно загадочное странное и красивое это знаменитый дом в котором расположен ресторан ля гуардия до революции 1959 года это был великолепный богатый дом а сейчас там только остатки былой роскоши ресторан ля гуардия очень знаменит в нем бывали знаменитости например жерар депардье и королева испании на кубе производят более 40 разновидностей рома визитной карточкой стал гавана клап в столице есть даже одноименный музей посвященный этому бренду а вот знаменитый бакарди здесь больше не делают хоть компания и была основана на кубе еда на кубе прекрасная это то что в америке называют органик фуд кубинская сельхозпродукция вся натуральная растения выращены без химических удобрений и без применения инсектицидов а животных кормят кормом без гормональных и прочих добавок кубинские фрукты не выглядят глянцевыми и не хранятся бесконечно долго они как и положено натуральным фруктам быстро портятся но зато обладают потрясающим вкусом так что еда на кубе здоровая и полезная к некоторым видам еды мне нужно было привыкнуть например к особым бананам которые варят как картошку хотя картошка на кубе тоже есть еще непривычным для меня было отсутствие яблок зато было обилие новых для меня фруктов под названием папайя и гуаява а еще удивило что кубинцы едят зеленые помидоры потому что они считаются более вкусными и ароматными чем красные на кубе 330 дней в году светит солнце так что редко но сильные тропические дожди местные жители воспринимают как стихийное бедствие предпочитая пережидать ненастье дома по такому случаю они могут даже прогулять школу и не пойти на работу а о людях хочется рассказать рассказать отдельно они кажутся все очень красивыми основную массу населения на кубе составляют люди смешанные расы мулаты 80 60 процентов остальные пополам белые и черные у черных и белых практически общий стиль жизни они все люди латиноамериканской культуры только с разным цветом кожи между собой различают около семи градаций оттенка кожи у них общая манера одеваться красиво ярко с блестками с украшениями стиль кэжел для кубинцев чушь и конечно каждый кубинец от рождения умеет танцевать кубинская школа балета одна из самых уважаемых в мире кубинцы говорят русский балет поражает мастерством французский эмоционален и богат духовно а кубинский воплотил в себе это и другое чего только стоит одна алисия алонсо всемирно известная кубинская балерина кубинцы обожают собак практически в каждом доме есть один а то и несколько песиков писком моды считается обладание породистой собакой предпочтение отдается по необъяснимым причинам самым мохнатым породом типа лайки и чау-чау также многочисленные маленькие чихуахуа а вот кошек здесь особо не балуют и дома не держат одичавшие и нелюдимые коты на кубе живут на улице держаться вблизи помоек и не подходят к людям на местный призыв миссу миссу а еще как ни странно на кубе очень любят джона леннона в одном из парков названных в его честь установлена его статуя с этой статуей единственная проблема люди все время воровали с нее очки и теперь возле скульптуры поставили охранника который следит за тем чтобы они больше никуда не исчезали друзья вот такой рассказ а были ли вы на кубе напишите в комментариях а у меня на сегодня все спасибо что смотрели это видео до встречи в следующих выпусках огромной вам удачи и пока